Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Я поставил цель научить ребят школы делать социальные сети. Ну, понятно, чтобы понять, как построить процесс, я сначала решил сам написать данную социальную сеть, в которой ребята школы смогут набирать опыт. Значит, на данный момент это видео, опять же, я рассказываю участникам школы, скорее всего, как двигается процесс. Значит, ну вот, что уже сделал. Когда человек входит, не обращайте внимания на дизайн, потому что многое еще переделаю. Человек попадает в личный кабинет. Логин, пароль, может редактировать профиль, вставить фотографию. Если потом обязательно надо вас научить стандартные сообщения Жанга, когда надо выводить, это очень буквально просто. И, по сути дела, мы можем разные сообщения выводить. В данном случае, что профиль обновлен успешно. Ну, я уже рассказывал, что сделал уже создание курсов. Здесь принцип очень простой. Сначала мы нажимаем создать курс, выбираем рубрику. Рубрик будет много. Как я сказал, что... Вот я, когда писал, то для себя соображал, что надо дать. Ну, Жанга мы знаем. Жанга, начнем изучать более сложные вещи. Это какие вещи. Написание своих декораторов. Работа довольно сложная с моделями. Это абстрактные модели. Использование абстрактных моделей. По сути дела, мы будем использовать Жанга модели таким способом, чтобы они всегда были независимы. Ни к чему не привязаны. Никакой кастомности. Все это уходит в прошлое. Более сложные представления. Свои... Постоянно будем писать свои... Менеджеры для выборки, для конкретных ситуаций. Это очень интересно. Далее, по шаблонам. Изменим полностью структуру проектов. Вопрос в том, что если посмотреть на spb-tut.ru, это начало. И эта школа, она обязательно для людей, которые хотят изучать Python, Жанга, так как здесь человек... Я немножко перескочил, извините. Здесь человек изучает материал по порядку. Если, допустим, он не знает Python, то он переходит сначала к урокам азов Python, то есть и так далее, и так далее. Значит... Но в этой школе я показывал, чтобы не путать людей... Значит, вот, допустим... В этом курсе... Джанга, когда мы наследуем шаблон от базового, я показывал общий шаблон. В принципе, Джанга создает постоянно... Папки, да, папку основную... Где она у нас тут? Я и не пользуюсь сейчас практически... Темплейт, да, вот, допустим, Пайчаром создает. Не Джанга, а Пайчаром создает. Но здесь мы изменим полностью структуру проекта, то есть... Каждое представление будет в себе иметь CSS, в себе иметь базовый шаблон. То есть... Для чего это удобно? Каждое приложение будет автономным, чтобы всегда можно было переделать приложение, не затрагивая весь сайт. Почему я делал здесь так? Ну, чтобы упростить, конечно. Чтобы упростить, потому что... Так бы для новичка было бы довольно сложно. А вот после прохождения материалов на этом сайте, spb-tu.ru, это средний уровень, то можно переходить к более сложным вещам. Итак, на чем я там остановился? Сейчас вот еще. Мы выбираем рубрику, пишем заголовок. Ну, там, например... Слуг я еще не решил. Сейчас решу с форумами. Поэтому просто так оставил, пока не добрался. Да, с редактором еще надо будет подправить. Пока не знаю. То ли оставить большой, чтобы люди могли разное редактировать, то ли оставить основное. В принципе, я люблю SK Editor. За чего? Что здесь есть хороший плагин, отличнейший, для, значит, вставки кода. Допустим, если мы хотим вставить там кусок кода. Портал здесь я собираюсь и Си развивать, то есть показать разные вещи на Си. Сейчас отвечу по Си. Здесь есть отличнейший плагин. Сниппет, да? То есть мы просто взяли, вставили, выбрали язык, Python, и сохранили. И получаем с подсветочкой отличнейшую вещь. Сохраняем курс. Итак, где наш курс? Вот видите, да? То есть мы можем редактировать курс. Я к чему рассказываю? К чему этому научусь? Удалить курс. Добавить, удалить уроки. Как вы видите, вот здесь четыре модуля управления контентом, здесь нету. Поэтому сначала идут уроки, то есть, это я потом расскажу. Сначала идут уроки. Сейчас. Уроки. То есть, для того, чтобы добавить курс, управлять контентом, нам надо добавить уроки. Они выглядят так. То есть это те уроки, которые вот здесь идут. Сначала надо добавить там один, два, три, четыре, и так далее, и так далее. Так вот, мы можем добавлять уроки. Допустим, там урок один. Это может делать, сможет делать абсолютно каждый участник портала. Вот. И здесь есть такая функция, да, то есть при каждом новом редактировании добавляется два новых урока автоматически пустых. То есть, вот мы сохранили, как только мы сохранили уроки, у нас появилась ссылочка управления контентом. И вот у нас урок один, урок два. Это панель редактирования, то есть, мы можем урок один добавить текст. Давайте код добавим. Так, как у нас курс там, чтобы потом посмотреть. Давайте кусок кода добавим. Все, и сохранить контент. И так далее. Можно загрузить картинку, но прикрепить файл, я сделал это, ограничу, когда человек захочет прикрепить проект, zip проекта, это, я думаю, удобно. Картинку я, наверное, уберу, потому что это есть в этом. Здесь можно будет вставить картинку, поэтому нечего. Меню я еще до конца не доделал, но просто показываю. Да, ну, допустим, мы нажимаем дальше любой человек смотреть курсы. Только я забыл, как я его назвал. Здесь можно выборка, все курсы, еще поиск сделаю. Перейти к курсу, это не тот, который мы делали. так. А, вот он. Ну, и вот мы видим, что отлично отображается. По сути дела, можно выбрать разные варианты, чтобы были разные цветности, но с этим надо поработать. Далее. Далее сделал участников, то есть по умолчанию картинка, здесь я вставил, человек может вставить, имя, фамилия здесь должно отображаться, я так подумал, что будет лучше. И вот сейчас перехожу к тому этапу, что, ну, то есть, сделал по подписку отписку, а здесь уже размещу, у меня есть хорошая задумка, чтобы человек мог самовыражать себя. Вообще, к чему я вам все это рассказываю. Эти вещи уже, конечно, сложнее, чем простой сайт. По сути дела, все время мы работаем с такими вещами, как аккаунт юзера. В принципе, наверное, мечта многих начинающих разработчиков понять, как это все работает. Потому что, если мы видим, то, допустим, везде вот кто создал курс, да, далее, когда мы нажимаем панель инструментов, то выводятся данные именно пользователя, когда мы нажимаем создать и редактировать курс, сейчас я зашел с своего аккаунта, но у каждого участника они будут отображаться совершенно свои. Да, я не показывал, можно удалить курс, и все, курса нет. Дальше еще удаляем курс, все, нету, и последний, ну, пусть один будет. Как я говорил, к чему я это рассказываю, к тому, что я сказал, что 17-й год посвятим социальным сетям, то есть как писать социальные сети на Python Django, сложно ли это? Нет, нет, в качестве сложности будем говорить так, это не так просто, но ребята знают, когда я рассказываю, то навряд ли есть люди, которые не понимают, понимают все, потому что уроки подробные, тем более по подготовке, когда я начал сейчас делать такие вещи, как сделал раздел на сайте SPB тире тут примеры проектов, я не зря значит рассказал, как писать блог, потому что там очень много общих вещей, которые в принципе нужны для понимания следующих шагов вообще и вот что я для себя набросал, значит, грубо говоря, что нам надо понимать и знать, чтобы писать вот социальную сеть, ну, понятно, html это понятно, css, bootstrap, bootstrap это понятно, у нас здесь добавляются такие вещи, как аякс, это gc, jukeri, то есть просто тогда сделать, когда мы понимаем эти вещи, потому что, допустим, ту же подписку-отписку, ну, на чистом джанго было бы делать немножко неправильно, джанго тем, тем и хорош, что может выбрать, выбирать в себя все вещи, это джава-скрипт и так далее, и так далее, легко в него интегрируется, то есть у джанго есть и свои классы, если посмотреть, допустим, использую джейсон, это немножко другое, но просто, вот легко, надо было написать аякс декоратор, просто-напросто взяли его и дописали, джанго все это отлично понимает, потому что вообще джанго ей без разницы, она чем хорош фреймворк джанго, он просто выводит то, что ему дают, он не задумывается, то есть все управление лежит на нас, а что касается изнутри, то он полностью работает, тогда вот джанго соображает то, что касается, допустим, там классов связанных с моделью юзер, то джанго здесь уже не ошибается, оно от и до, и нам легко работать, получать записи одного пользователя, нескольких пользователей, и так далее, и так далее. По сути дела, понятно, чтобы научить писать социальные сети, а значит написание социальной сети, это не значит, что вам обязательно потом писать социальные сети, просто умение писать социальные сети, это то же самое, что писать легко сайты для абсолютно любых небольших или больших компаний, то есть принцип здесь везде будет один и тот же, давайте попробуем, вот я на пальцах попробую объяснить, ребят, я попрошу, это видео обзорное, просто я показываю как будет выстраиваться материал в школе дальше, да, вот смотрите, база, да, вот берем базу, то есть по сути дела, вот, ну, например, я расскажу, например, как я сейчас делаю школу, да, сначала пишется любое значит любое любое приложение, которое вам нужно, как говорится, фундамент, ну, для меня, так как я веду школу, это любой пользователь может создать, создавать курсы, которые впоследствии все выводятся для всех, да, то есть мы пишем базовое, да, какую-то вещь, базовое приложение, на данном месте может быть абсолютно любое приложение, ну, например, это может быть учет сотрудников компании, это может быть направление там магазина, то есть по сути дела, ну, например, сама структура магазина, это может быть таксопарк, то есть сама структура таксопарка, по сути дела, это может быть все, что угодно, то есть по сути дела, мы пишем базовое приложение, это не обязательно, но просто так проще, почему, потому что всегда надо делать проект вокруг чего-то, то есть что у нас является, здесь мы пишем первое приложение всегда то, то, что у нас является центром, вокруг чего все начинает строиться, то есть вот это у нас центр, красная точечка, так, так, значит, после как мы определились с базовым приложением, нам надо написать профиль пользователя, профиль, грубо говоря, личный кабинет, так будет проще, личный кабинет, по сути дела, это может быть примерно нечто такое, или панель инструментов, по сути дела, заключается личный кабинет, или личные настройки сначала, не личный кабинет, скорее всего, это панель инструментов, параллельно панель настроек, куда будут собираться все вещи, в данном случае можно, допустим, изменить пароль, далее редактировать профиль, то есть можно добавлять и основная информация о пользователе, чтобы пользователь видел свою информацию, когда мы написали личный кабинет, это у нас будет кружок зеленого цвета, тогда мы можем уже к базовому приложению добавлять вот, ребята, вот это классно очень, и это легко делается в Django, сколь угодно новых апов, то есть новых приложений, по сути дела это может быть все что угодно, зачем они нужны, я вообще сейчас рассказываю, чтобы вы поняли вообще структуру, как делать вообще социальную сеть, так вот, ну, например, я еще не начинал писать, но сейчас вы поймете, зачем это делать, вот смотрите, сейчас вы поймете, вот у нас есть приложение, просто я пошел немножко другим путем, чтобы вы поняли, да, здесь мы видим вот одно, сейчас поймете, что к чему, вот у нас есть приложение, я его еще не написал, но смысл вы поймете, оно у нас будет фиолетового цвета, и, а вот здесь у нас идет, допустим, подписка, писка, подписка, отписка, подписка, отписка, а вот здесь у нас идет лента, да, тоже еще не дошел, так вот, вот смотрите, по сути дела дальше мы делаем следующим образом, вот у нас выводятся все участники, на данный момент три, да, мы научимся делать, чтобы здесь была бесконечная прокрутка, вывелось там 20 профилей, это тоже, это тоже удобно делать при помощи DC, да, javascript, либо есть хорошие библиотеки, endless pagina, чтобы не заморачиваться, то есть, все можно вывести, вот есть аккаунты, да, человек, когда переходит на чей-то аккаунт, на данный момент здесь есть подписка, отписка, но именно сюда, именно сюда мы размещаем вот это вот ап, да, вот смотрите, вот это приложение, ну, что оно может делать, ну, например, в данном случае я буду делать первое приложение, чтобы человек мог, ну, например, вести статистику, не статистику, а записывать, чтобы видеть, как он продвигается, и по сути дела здесь мы размещаем, что делает пользователь, да, но этих апов, апов, приложений, я говорю апов, извините, может кому-то не нравится это слово, ну, что сделаешь, этих приложений, их может быть сколь угодно, то есть дальше пошло уже дело по накатанной абсолютно, придумали приложение, второе, третье, и значит, самое основное мы размещаем на этой странице, и по сути дела, когда пользователь перешел на страницу, он захотел, подписался, вот, видите, вот меняется, смотрите, это, подписался, подписался, и вот, как он подписался, когда он подписался, то мы уже можем перейти к следующему шагу, в панель инструментов, да, и здесь уже выводить ленту, то есть на основные вещи, на кого подписан пользователь, в принципе, я вам рассказал структуру, да, что, то есть, лента, и далее можно делать создание групп, в общем, любые абсолютно приложения, я говорю, самое важное вот в вашем проекте, который будете делать, это базовое приложение, вокруг чего что-то строится, все остальные приложения, они выходят по смыслу, да, то, что помогает пользователю, значит, то, что помогает пользователю уже глубже изучить материал, и по сути дела, если так посмотреть, то нам надо построить всего лишь один социальный проект, один социальный проект, чтобы понять его смысл, когда мы построили базовое приложение, построили личный профиль, построили первое приложение, построили вот вот здесь мы еще кое-что не добавили, здесь мы возьмем все пользователи, все пользователи, да, то есть понятно, что у нас должна быть возможность у пользователя это посмотреть участников всех, да, всех участников, потому что тогда мы можем перейти, а дальше уже можно придумывать разные фишки, что и как делать, но важно просто, вот у меня в голове, когда это сложилось, сразу стало понятно, теперь для того, чтобы писать код, надо сначала нечто сложить в голове, вот мы сейчас с вами попытались сложить в голове общую структуру написания социального проекта, я сейчас как вы видите упустил, опустил слово социальная сеть, я давайте взглянем шире, я говорю о социальном проекте, как именно о социальном проекте, я, ребята, вам сказал, это я продолжаю делать школу, продолжаю делать школу, и я строю обучение, чтобы каждый из участников школы мог писать сложные вещи, цель данного сайта, который делается, это только начало я сделал, его цель для того, чтобы люди могли, во-первых, я заметил, что люди, которые проходят школу, у них уже появляются знания, и им есть чем поделиться, поэтому данный проект уже идет как бы, не как бы, а его дело начать аккумулировать знания по группам, то есть здесь будут совершенно при создании курсов разные категории, допустим, если мне нравится программировать на Android, я могу найти людей, которые тоже программируют на Android, и вместе с ними мы быстрее будем развиваться и делать проекты, делиться, обсуждать и так далее, и так далее, да, я совсем забыл, что, конечно же, в проект вы можете добавить, как я сказал, много приложений, кто-то захочет добавить форум, кто-то группу Google, кто-то чат, это уже дело сугубо индивидуальное, по сути дела, то, что подходит в данной ситуации. Вы поняли, да? Я надеюсь, поняли. Ребят, наверное, у вас возникает вопрос, особенно у новичков, наверное, это сложно. Я не скажу, что совсем просто, но, ребят, я скажу принцип моего личного обучения. Допустим, Pro365.net, изучение Python, но за несколько лет практически не было вопросов. Почему? Потому что люди сразу понимают. Далее, Django, ну, также все рассказано, ребята, что непонятно, спрашивают в группах, но, по крайней мере, продвигаются. И на Django писать сложные вещи возможно. Но на самом деле, я вам скажу честно, не такие же они сложные. Почему? Потому что Django дает очень мощные инструменты. Очень мощные инструменты, то есть у Django есть достаточное количество фреймворков, как типы контента, то есть которые за нас практически все делают автоматом. наше дело только однажды написать одно приложение, и если мы напишем приложение, начинаем соображать, да, что, ага, вот это работает так, вот это так, а вот это так, то далее уже будет все просто становиться интереснее, вы сможете усложнять проекты. Грубо говоря, написали одну социальную сеть или один свой социальный проект для своей компании, или вот вы о чем-то мечтали, кто-то мечтал там о рыбалке, то есть теперь кто-то не закончил мысль, кто-то мечтал о рыбалке, вам станет доступен, вы сможете написать огромный сайт о рыбалке, кто-то мечтал о ремонте автомобилей, у кого-то свой магазин, вы сможете написать, чтобы, не только магазин, а чтобы участники допустим делились информацией, у них была коммуникация, общение и так далее, ну а кто-то будет на этом зарабатывать, самое главное, что я скажу, что все это реально и я обязательно вас проведу по всем шагам, еще хотел ответить на вопрос, почему я решил включить язык си, меня люди часто спрашивают, только спрашивают совершенно по-разному, одни говорят, когда будет си, быстрее бы, а другие говорят, а может он не нужен, ребят, си я хочу включить только по одной причине, нет, не по одной, по нескольким, но причина первая, ну во-первых, на си написан пайт, то есть зная си, мы можем написать абсолютно любую мини-библиотеку и включить ее в наш проект, и эта библиотека будет работать со скоростью си, ну много вещей, хотя второй момент, си это родоначальник практически всех современных си подобных языков, все они пошли от си, поэтому, а мы сталкиваемся, сталкиваемся с такими, будем сталкиваться с такими вещами, как GC, то есть JavaScript и другие вещи, которые уже произошли от JavaScript, или вам придется по ходу деятельности сталкиваться с другими языками, вы знаете, понимая си, понимая его синтаксис, к си подобным языкам совершенно проще подойти, третий момент, понимая си и Python, вы четко понимаете разницу, как что работает, потому что как бы там ни было, вот я на YouTube, на своем канале, который есть сейчас у меня, да, но сейчас я вас еще направлю еще на один канал, это Google, ладно, я дам ссылку, потом расскажу, значит, смотрите, люди пишут так, примерно, да, много сообщений примерно так, что да, вот знаешь, там С++, но когда надо написать какой-то проект, быстро берешь Python и пишешь, то есть это чистая правда, это чистая правда, просто Python в себя, Python это настолько мощная вещь, это настолько сильная вещь, это настолько разветвленная вещь, потому, так как именно изучение Python дает вам жизнь в программировании, в реальное программирование, все было бы не так, совсем не так, если бы человек, если бы, допустим, я начал бы программирование С, да, я на 100% уверен, что когда человек получил первых бы 20-30 ошибок, все, на этом программирование заканчивается, Python всегда выдает только одну ошибку, просто он дальше не пойдет, потому что это интерпретируемый язык, ее попроще исправить, попроще понять, а уже зная Python, мы можем переходить к другим языкам, в общем, рассказал о разном, но это и есть обзорное видео, ребят, значит, новый сайт будет находиться по адресу Python тут, python-tut.ru здесь есть канал YouTube под него, вы можете подписаться и следить, теперь важное, данный сайт это продолжение школы, это не нечто новое, просто если проследить структуру школы, то как она состоит, это первый сайт pro365.net, где основа языка Python, по сути дела, дети менее 9 лет понимают мои уроки, взрослые уж точно понимают, где вы четко поймете, что программировать вы будете, будете писать первый код, далее идет сайт spb-tut.ru это основной сайт школы, вы его увидите, увидеть будете по-другому, получить логин и пароль нажимаете, получаете пожизненный доступ, занимаетесь, он включает в себя еще несколько сайтов, вообще школа это такие вещи, если нажать еще Python for Android, это начало с Android, это такие вещи, как значит продажи для программирования, продажи, понимание продаж для программистов, значит, а этот сайт уже новый, он аккумулирует знания, по сути дела в конце видео у вас появится ссылка подписки на канал, на канал вот этого сайта, поэтому захотите, возьмите, подпишитесь, вы знаете, я не буду это видео переписывать, так как в принципе хотел основная была задача рассказать вам структуру, структуру, чтобы сначала в голове представить, как вообще пишутся сайты совместного использования на джанка, ну, а тех, кто только планирует, приходите в школу spb-tut.ru и начинайте учиться, не теряйте время, сегодня у нас 14 апреля 2017 года, возможно, когда вы смотрите видео, этот сайт уже вовсю работает, но пока я его делаю, поэтому просто рассказываю людям, что делаю как и как дальше построим обучение, само собой надо сначала самому написать, чтобы понять, что хочешь изложить, я думаю, что многим будет интересно научиться писать в социальные сети, спасибо.